А прямо сейчас обзор Владимирской газеты на студии директора издательского дома Томик Сергей Казаков. Сергей Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Вроде бы Снегопа закончился в выходные, но последствия до сих пор дают о себе знать. Вот вы как автомобилист, это ощущаете? Да, ощущаю. Сейчас девическое буквально выезжал к вам на студию сюда, на телевидении, телеканал «Варианты». И почувствовал, что пока еще коммунальным службам не удалось, в частности, девическую привести в порядок. Там достаточно много такого спрессованного на дороге снега, который уже, я не знаю, чем его можно разбить. Только, наверное, ломами, так сказать, какие-то бригады мощных дворников. Потому что обычная техника, я вот так подумал, какая-то снегоуборочная техника, она уже не возьмет этот снег. Он уже примерз к этой дороге конкретно и укатался автомобилями. Мы эту тему поднимаем на странице тоже нашей газеты. И мы обсуждали в этой студии эту тему, почему не может пока городская власть, но, я думаю, не только в городе Владимире, в других городах эта проблема в нашей области существует, убрать после таких серьезных катаклизмов природы, таких снегопадов, которых у нас, говорят, 40 лет назад только такой был снегопад, не может. Почему? Не хватает техники, не хватает каких-то организаторов и способностей тех людей, которые за это отвечают. Я вот не могу на этот вопрос точно ответить. С одной стороны, техники, наверное, хватает, но для таких вот серьезных снегопадов ее, конечно, недостаточно. С другой стороны, держать в запасе лишних 50 единиц техники, на них нужно водителей держать, зарплату им платить. Мы тоже не настолько богаты, город Владимир, пусть мы, конечно, побогаче других городов, как областной центр, наш бюджет больше, но все равно мы не можем себе такую роскошь позволить. Но какой-то выход искать надо. Я думаю, что совместно со всеми депутатами городского совета и с главой города Андреем Стариславовичем Шохиным, они, конечно, стараются, что-то делают. Но пока город еще не до конца приведен в порядок, еще много надо работать. Ну, а первая полоса нашей Владимирской газеты Томикс открывается с тоже серьезной темой. Система выдачи льготных лекарств Толазбой. Да, сегодня эта тема горячая, и мы ее тоже освещаем. Понимаете, вроде бы в этой области у нас работают в областной администрации, в департаменте здравоохранения, работают достаточно профессиональные люди, насколько мне известно, которые, в общем-то, знают, как организовать работу. Вот неплохо справляемся с ковидом. У нас сегодня снижение, у нас тоже на эту тему есть материалы. По-моему, сейчас уже 138, или даже 138, да, 138 за сутки. То есть мы так падаем почти с 200 в сутки заболевших. Сейчас мы дошли до 138, это очень положительный момент. Открывается отделение, которое были заняты под ковид, профильные, по своему профилю начинают работать. Это очень положительный момент. Так что команда профессиональная. Ковид – это серьезное испытание этой команды. Но вот льготные лекарства, система дала сбой. Мы уже в законодательном собрании разбирались, почему это происходит. И по заверению чиновников от департамента здравоохранения, вроде бы проблема в том, что решили централизованно закупать лекарства для льготников. Раньше 50%, ну так, примерно, закупали поликлиники, больницы, да, а 50% закупали уже централизованно, вот, так сказать, областной департамент через свои там структуры. Сегодня решили централизовать все, чтобы закупалось в области, как бы, уже централизованно. И вот в этой системе что-то, видно, не доработали. Есть вторая причина. Она, кстати, есть, это я даже знаю точно, вот, на примере своих родственников, что некоторые лекарства просто нельзя купить. То есть, объявляется тендер, вот, на эти льготные лекарства, выделяются деньги, и ни одного поставщика. И почему его нет? Не потому, что не хотят люди зарабатывать деньги, а потому, что их просто нельзя закупить. Они иногда импортные бывают, эти лекарства нужные, а по каким-то причинам, может быть, вот это, как опять, пандемия. Не маркировка была, а вот лекарственных средств. Плюс маркировка. Ну, то есть, есть причины какие-то, когда этих лекарств просто в России купить нельзя. Понимаете? И это тоже, вот сейчас инсулин, насколько мне известно, вот, последнюю информацию здесь тоже читал, что тоже есть проблемы там. Ну, правда, 20 тысяч, по-моему, доз вот лежит на запасе. Это еще с прошлого года закуплено. И вот сейчас в марте будет новая поставка этого инсулина. Есть звонок телезрителей. Владимир Иванович, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Знаете, вот, как говорит Сергей, техники не хватает. Знаете, году в 79-м такой же снегопад был, я помню. Всю технику с карьеров, всю гусеничную пускали на очистку улиц. И второе, вот, опять, в госавтоинспекции, которой не хватает, мне кажется, в проезжей части, хотя бы в те, где ходит общественный транспорт, машины убрать, легковые, которые стоят два ряда, это под силы. Спасибо. Да, Владимир Иванович, я с вами полностью согласен. Конечно, советская власть, она могла более мобилизационно работать, все государственные были предприятия, и можно было... Рычагов больше. Рычагов было больше, там партия сказала, надо все заводы, все должны были свою технику бросить, расчистку. Сегодня, конечно, это все должно быть оплачено, это тоже можно бросить клич, хотя, например, если засыпало, то засыпало и заводы, их тоже надо расчищать. И свою технику пока сами не почистятся, для того, чтобы производство не останавливать, они не отдадут городу, так скажем, даже за деньги, если даже город готов и заплатить. Здесь проблемы существуют. Насчет того, что вы сказали, что стоят автомобили, припаркованные вдоль дорог, и техника просто не может вот эти места почистить, к ним прилегающие, здесь вы правы. Здесь уже должна быть какая-то сознательность автомобилистов. С другой стороны, сейчас мои коллеги-автомобилисты, я сам автомобилист скажу, Сергей Иванович, а куда ставить машины, то есть мы опять, мы их куда должны убрать-то, когда везде снег, везде все засыпано, куда же мы их передвинем, да? То есть тоже здесь много проблем, поэтому здесь, ну, в какой-то степени, я вот слышал, Андрей Александрович Шохин поблагодарил всех людей, которые с лопатами вышли там, да, и почистили. Вот один, значит, там критикует, да, а другой берет лопату и помогает. Ну, потому что, на самом деле, когда такая вот сложная ситуация, как-то народ должен объединяться, и я вот тут в магазин один зашел, там продавщица говорит, лопат нет, женщина заходит, да, женщина заходит, лопат нет, самый дефицитный товар, лопаты. И, оказывается, вот люди не все запаслись лопатами. Кстати, пример такого сплочения народного, когда застрял заглох троллейбус, и вот его через перекресток, пересечение Мира и Горького толкали всем миром. Да, да, вы знаете, это везде сплошь и рядом, сейчас я вижу эти примеры, когда люди выталкивают друг друга, помогают там, это очень приятно, что у нас страна все-таки добрых людей, которые приходят на помощь и помогают. Ну, вот, насчет лекарств я хотел бы закончить эту важную тему, здесь у нас статья есть, Оксана Катиной по этому вопросу, завтра будет, насколько я знаю, такой очередной брифинг директора департамента здравоохранения, Елены Утемовой, она тоже, я думаю, внесет ясность, открыли горячую линию, насколько об этом мы тоже пишем, по которой можно позвонить и выяснить, почему там нет какого-то льготного лекарства. Но, вы знаете, у нас вообще в целом, как бы, федеральная власть, Минздрав тоже централизовал закупки для федеральных льготников, там тоже, как бы, мы вроде бы идем в русле тенденций, которые сейчас в России, то есть, чтобы, как бы, наоборот, улучшить, казалось бы, да, вот, вводятся такие вещи, как централизация, говорю, Минздрав это ввел для своих там льготников, мы вот пытаемся, но иногда, к сожалению, это очень, такая важная отрасль, здесь, конечно, сбоев быть не должно, лекарства нужны каждый день людям, и детям, вот, инвалидам особенно, поэтому тема важна, мы будем продолжать за ней следить и писать об этом в нашей газете. Также мы продолжаем отслеживать политические события, у нас в последнее время в стране их много происходит, и вот сегодня наша организация КПРФ областная объявила о том, что они хотят 23 февраля, в день защитника отечества, провести митинг, к которым они там хотят свои предложения об улучшении нашей жизни, какие-то претензии к действующей власти высказать, но митинг им не согласовали, и вот наши журналисты, из подачи, в том числе представителей КПРФ, заметили, что мероприятие, которое провела городская власть, вроде бы разрешили, там было что-то связанное с воинами-интернационалистами, и они провели это мероприятие, а им вроде не разрешили. Но здесь, что сказать, у нас самое сегодня серьезное препятствие, это ограничение по ковиду. У нас есть с вами гайдпарк, куда, кстати, вот собираются прийти члены КПРФ, проводить свой митинг. Казалось бы, туда вообще и разрешения-то не надо, там можно собираться открыто, так сказать, самим. Но вот ограничение по ковиду, по численности, которое может собираться одновременно, она как бы вроде бы мешает провести даже в том числе и в гайдпарке. Но, с другой стороны, на улице, если соблюдать социальную дистанцию, одеть маски, то, наверное, вот сейчас морозы такие серьезные у нас все-таки. Ни один вирус не устоит. Да, за 15, за 20. И зовут телезрительница Антонина Владимировна, если я не ошибаюсь. Добрый вечер. Наталья Владимировна, пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. У нас рядом школа 37-я напротив дома, рядом садик, очень много машин приезжает, детей привозят в садик, детей привозят в школу, и у нас дорога нечищенная. А какая улица? Улица. Два месяца нечищенная. Улица, скажите, какая улица. Верхняя Дуброва, 38-й ГЭ. Ага, запишите, пожалуйста. Верхняя Дуброва, 38-й ГЭ. А вы куда обращались? Я везде звонила. А что говорят? Что говорят? Почистим. Мне обещали почистить неделю назад. Некомоды прошли, все, конечно, прошло, все схватилось, и у нас вот ездят уже по тротуару. У нас просто дорожки узкие около дома, и уже машина ездит чисто по тротуару, и мы не знаем, куда... Вы оставьте свой телефончик, оставьте оператору, мы постараемся заняться этим вопросом, буквально завтра займусь, и телефончик оставьте, если можно, чтобы я с вами потом мог связаться. Я думаю, почистим вам дорогу, постараемся сделать, это обязательно нужно, правильная школа. Ну, сейчас будут звонить все телезрители, наверное, хватит. У нас немножко другая тема, хотя я не против помогать людям, если они обращаются, это обязательно. Так вот, насчет того, что митинг с масками, с социальной дистанцией, возможно, состоится. Конечно, этот год у нас предвыборный, у нас выборы в Государственную Думу, и, конечно, сейчас партии и какие-то общественные организации хотят наращивать свое участие, подготовки к этому событию. И, в том числе, одна из форумов – это выход на улицу, митинг, собрание людей. Это важно, конечно, но ковид пока мешает. Надеюсь, что, мы уже говорили, что 138 уже сегодня, снижение идет, мы придем к тому, что все-таки массовые мероприятия начнут разрешать, и тогда люди смогут свою позицию высказывать уже спокойно. Ну и также о коррупции, без нее никуда не денешься. Когда-то я в законодательном собрании предложил заслушать тему коррупции, эту тему предложил председатель законодательного собрания провести в виде депутатских слушаний. Уже на 4 марта назначены эти депутатские слушания. Надеюсь, что мы постараемся сделать так, чтобы у нас в этой системе закупок все-таки закрыть лазейки для нерадивых чиновников, которые… Знаете, случай, когда, по версии следствия, у нас на 80 миллионов закупили компьютерные техники на 80 миллионов дороже, чем рыночная цена. Вот сейчас уже возбуждено уголовное дело, соответственно, там идет следствие. Ну, это колоссальные средства, да, и каким-то возможностям лазейка остается. Значит, мы должны, как депутаты, и у нас есть право законодательной инициативы, значит, закрыть эту лазейку. Есть еще один звонок телезрителей. Иван Иванович, добрый вечер. Слушаем Ваш, пожалуйста, вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, Иван Иванович. Сергей Валентинович, вот скажите, пожалуйста, вот иду я платить квитанцию вот за канал, да? С меня берут комиссию 30 рублей вот за эту квитанцию. А куда Вы идете? Сбербанк? В банк, да. Банк, 30 рублей. 30 рублей. Так. В энергосбытовской, там электричество и отопление берут 63 рубля. В квитанции написано, что это постановление правительства. А вот интересно, куда уходят вот эти вот деньги? Вот, то есть, вот иду я платить, я Вам отдаю. Я понял Вас. 60, нет, 93 рубля. А куда они пошли? Ну, вообще, по моему мнению, они идут в банку. А зачем? Я не понял. Ну, а банк... Раньше не брали? Ну, как не брали, значит, включали как-то... Брали-брали, но брали меньше. А, меньше. Ну, меньше, может, сумма увеличилась, там же процент у них определенный. То есть, если у Вас сумма, заводу Вы раньше платили, ну, условно, 200 рублей, там Вас брали, там, может, 15 рублей. Если Вы стали платить 400 рублей, стали брать 30 рублей. То есть, там процент от суммы, которую Вы платите обычно по договору. Поэтому сумма в связи с этим увеличивается. Я так думаю, вот так. А вообще деньги идут к организации, которая принимает от Вас платеж. Понимаете? Потому что в тариф это не включают. Вот, когда тариф утверждает, департамент цены тарифов, то он не включает в сам тариф вот эту стоимость, как бы, ну, платежа. Потому что она, во-первых, разная. Там у кого-то вода потребляется, там, на 200 рублей, у кого-то, может, и на 1000 рублей. Поэтому берется процент от суммы. Ну, как правило, кредитная организация, как правило. Или ЕРИЦ еще, вот если через ЕРИЦ там платят квитанцию, да, там процент берет ЕРИЦ. Ну, потому что, ну, понимаете, банк, как бы ни хотели, но банк, в нем есть сотрудники, да, есть тепло, свет, также коммунальные услуги, там, техника. Банк должен жить. На что он живет? Банк живет, в принципе, на наши с вами деньги. Я говорю всегда, что кроме наших денег в стране нет ничего. Все деньги наши, они либо попадают в теплоснабжающие, в электроснабжающие, в какие-то еще там снабжающие организации из нашего кармана. Вот, попадают в налоговую систему, потом в бюджет, и в бюджете они опять нашими остаются, и тратятся уже чиновниками и депутатами, которые это утверждают. Вот так. Так что вот коррупцию мы будем обсуждать, а как мы это будем делать, и кто будет участвовать, вы можете у нас прочитать. Тоже интересная тема про благоустройство Добросельского парка, почему там газоны по документации вроде бы засеиваются чуть не зимой, ну, здесь есть объяснение администрации города. Что не так с просвещением? Тоже интересная тема, значит, новый закон готовится в Государственной Думе, и вот там есть такое понятие, как общественные организации, которые могут проводить, ну, такое дополнительное, что ли, обучение. И вот как это будет, как это будет сертифицироваться, сейчас идут споры, родители с комитета здесь смешиваются, ну, тема тоже очень интересная. Насчет давнего спора областной администрации, законодательного собрания по приватизации госимущества, насколько я знаю, сейчас губернатор Сипягин просто, так сказать, сказал, все, приостанавливаем всю приватизацию, пока не разберемся с этим законом областным, который у нас должен быть в ближайшее время принят. Ну, и в заключение, как президент Федерации областного плавания, воспользуюсь тем, что вот в Муроме, во дворце спорта АК прошло первенство Владимирского отца по плаванию, ну, а как оно прошло, в нашей газете вы тоже сможете прочитать, и какие ребятишки там участвовали в этих соревнованиях. Поэтому всем надо уметь плавать обязательно, да, и мы хотели бы, чтобы у нас появлялось как можно больше бассейнов, особенно мы надеемся вот на тот областной дворец спорта, где мы ждем 50-метровый такой хороший бассейн, мы очень хотели бы, чтобы наши ребята такой бассейн получили пловцы. Так что в газете завтра вы все это прочитаете, еще много материалов, которые я не успел осветить, в киосках Роспечати покупайте Владимирскую газету «Томикс», и вам будет интересно. Спасибо. И смотрите телеканал «Вариант».